Как установило следствие, Александр Елькин и его соучастники действовали по четко отработанной коррупционной схеме. Например, после того, как в 2010 году Министерство обороны заключило со славянкой госконтракт на ремонт и содержание казармена жилищного фонда, для выполнения работ необходимо было привлечь ряд коммерческих организаций. Но их руководителям обвиняемые выдвинули очень жесткие требования. За заключение договоров подряда предприниматели должны были вернуть часть полученных средств в качестве так называемого отката, в противном случае им обещали проблемы с последующими заказами. Обвиняемые использовали и ряд подконтрольных фирмодоневок, на счета которых подрядчики и должны были перечислять требуемые суммы, оплачивая подложные счета. Таким образом, Елькин и соучастники получили в качестве коммерческого подкупа 130 миллионов рублей. По другому эпизоду обвиняемые выставляли Министерство обороны счета за комплексно обслуживание здания. В действительности же на ведомственных объектах еще шел капитальный ремонт и обслуживать там, попросту говоря, было нечего. В итоге было похищено еще более 80 миллионов рублей. Расследуя это уголовное дело, в ходе обысков и выемок, проведенных в жилищах обвиняемых и различных банках, военными следователями были обнаружены и изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте в размере, превышающем миллиард 100 миллионов рублей по официальному курсу. Также наложен арест на 47 объектов движимого и недвижимого имущества общей стоимостью более 300 миллионов рублей. Это 11 квартир в Москве, 9 земельных участков и 3 жилых дома в Московской области, а также 6 земельных участков и 2 жилых строения в городе Сочи. Большинство этих объектов было оформлено на Елькина и членов его семьи. Таким образом, военные следователи обеспечили не только возможность возмещения ущерба, но и исполнение приговора в случае, если суд признает фигурантов дело виновными и назначит в том числе и штраф в качестве наказания. Продолжение следует...